МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. В России их миллион. Губернатор Николай Меркушкин поздравил самарских десантников с праздником. В аэропорт с ветерком. Сегодня в Самаре запускается новая электричка до аэропорта Курумыч. Ударили рейсом по бескультурию. Как отдыхают в парке Щерса, проверили полицейские. Эксклюзивное интервью про судьбу мозаики на Старозагоре расскажет главный архитектор города. Деньги как двигатель искусства Биеннале под названием Кэш стартует в Ширяево в августе. Масштабный статус на Самар отметила День воздушно-десантных войск. В этом году город стал всероссийским центром торжеств под девизом «Никто кроме нас». На праздник в Самару прибыл командующий ВДВ России Владимир Шаманов. Он возглавил 33-ю вахту героев. Мероприятия начались рано утром и продолжались до вечера. Такое внимание нашему городу со стороны командования оказано не случайно. Исторически Самара сыграла значимую роль в становлении крылатой пехоты. Олег Зверев побывал на торжествах и изучил историю вопроса. Вертолеты Ми-2 и Ми-8 выполняют в небе фигуру высшего пилотажа. Россия чтит элиту вооруженных сил, воздушно-десантные войска. Город встречает вахту героев Отечества. Возглавил торжества командующий ВДВ России Владимир Шаманов. Самара принимает столь почетный десант. Не случайно именно в Куйбышеве в военные годы было открыто первое в стране парашютно-десантное училище, которое сыграло вдающуюся роль и в боях Великой Отечественной войны, и в становлении крылатой гвардии страны. Этому празднику и здесь, на Самарской земле, именно придается такое значение. Приказ министра обороны, говорят, подтверждает тоже то, что основной праздник сегодня проводится здесь. И я могу даже назвать главную причину. Наверное, многие самарцы знают, десантники знают. Первое военно-десантное училище в стране было создано в городе Самаре еще до Великой Отечественной войны на Красной Глинке. Эти войска, вы всегда стояли на самом передовом рубеже, и вы всегда были опорой государства. Самара сегодня стала центром праздника 86-й годовщины воздушно-десантных войск России. И я выражаю признательность прежде всего вот здесь ребятам и зрелым мужчинам в Тельняшках, кто в разные периоды служил и создавал славу наших непобедимых, замечательных войск, проходя службу в ВДВ и в спецназе. Слава ВДВ! Никто проведал! Нагрудный знак Кулбышев «Запасная столица» вручается Герою России Владимиру Шаманову. Праздничные мероприятия в Самаре проходят весь день. Утром ветераны ВДВ и военнослужащие возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в локальных конфликтах. Региональному отделению вручен вымпел вахты героев. 20 человек, самых выдающихся десантников страны, награжденных золотой звездой Героя Советского Союза и Героя России, сегодня приветствуют самарцев. В ответ пожелание оставаться в строю и обеспечивать обороноспособность страны. Зарекомендовав себя как одно из самых надежных подразделений, на протяжении почти векового срока братство крылатой пехоты ни разу не подвело своего высокого звания. Сегодня голубые береты являются символом мужества, стойкости, справедливости и огромной любви к Родине. Еще одним центром торжеств стала площадь славы. У мемориала вечного огня митинг и награждение командующий ВДВ вручил медали за службу и верность Отечеству. Среди награжденных и участник Великой Отечественной войны Иван Тиньков, и ветераны ВДВ, и новое поколение десантников. А в числе участников митинга отряд Самарского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия, созданного по распоряжению министра обороны страны. Это элита и сегодня у них есть на кого равняться. Мы являемся резервом верховного главнокомандующего. Это было всегда. Но в разные периоды истории нашей страны роль воздушно-десантных войск была разной. Почему? Приходилось выполнять различные задачи. Во время Великой Отечественной войны некоторые наши соединения и части были переименованы в стрелковые. Воевали как стрелковые части. Вот здесь на Волге Сталинград защищали десантники. Текущие вопросы командующий ВДВ обсудил уже на встрече с главой региона. Одной из тем стала ситуация в поселке Рощинский. В военном городке скопилось масса коммунальных проблем. А все из-за того, что не решен вопрос ведомственной ответственности за территорию. В ближайшее время специальная комиссия Минобороны должна полностью решить этот вопрос. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Выпускники Сызранского авиационного училища погибли в Сирии. В провинции Длиб был сбит российский военно-транспортный вертолет Ми-8, сообщает Министерство обороны. На борту находились пять человек, три члена экипажа и два офицера российского центра примирения враждующих сторон в Сирии. Вертолет был сбит с земли. После обстрела российские военные старались увезти машину так, чтобы причинить как можно меньше вреда на земле. По предварительным данным, все, кто был в вертолете, погибли. Командир экипажа Роман Павлов и летчик-штурман Олег Шеламов были выпускниками Сызранского военного авиационного училища. До аэропорта с ветерком. Сегодня на железнодорожном вокзале запускают новую электричку в Курумыч. Аэроэкспресс оборудован по последнему слову техники. Внутри вагонов удобные кресла, кондиционер и биотуалеты. Всего по маршруту Самара-Аэропорт-Курумыч каждый день будут ходить четыре пары поездов. График движения составлен с учетом расписания рейса в аэропорту. Билет на Аэроэкспресс взяла и Валерия Макарова. Добраться из Самары в аэропорт теперь можно без лишних затрат. 150 рублей и у нас в руках билет на Аэроэкспресс. Причем за багаж, ну если бы у нас, конечно, был, доплачивать бы не пришлось. Это входит в цену билета. Электрички будут курсировать туда и обратно четыре раза в день. Доставить до Курумыча обещают примерно чуть больше, чем за час. Проверим, так ли это на самом деле. В новый рейс Аэроэкспресс провожает губернатор Николай Меркушкин. Областное правительство, сообщает он, выделяет почти 5 миллионов рублей на этот маршрут. Специалисты, эксперты считают, что он будет загружен. Если не на 100%, то на тот минимум, который сегодня необходим для того, чтобы дальше этот маршрут работал и работал, набирая обороты. Четыре вагонной электрички могут вместить в себя 400 человек. Здесь удобные кресла, кондиционер, биотуалеты. В общем, вагоны повышенной комфортности. А главное, никаких пробок и пыли. Наоборот, живописный вид из окна. Удобством нового маршрута восхищаются и первые пассажиры. Очень мне подходит и очень нравится, потому что без пробок, без всяких, без задержек. Раньше на 78-м автобусе с поляной Барбошиной. Ну, там хоть и 23 рубля стоит, но, во-первых, и долго идет он. На маршруте всего четыре остановки. На станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская и Ягодная. Итак, время в пути от железнодорожного вокзала до станции Курумыч. Час 16. И уже на выходе нас ждет автобус. Мы едем налегке, а вот пассажиры с чемоданами точно оценят удобный пандус. Да и саму станцию полностью отремонтировали. На данной платформе, вы видите, были установлены теневые навесы, оборудованные лавочки, сходы, дополнительный съезд для маломобильных групп населения. Поменяли вывески, соответственно, информационные стенды размещены. Ну, то есть комплекс мероприятий. Расписание Аэроэкспресса составляли с умом. Учтено время прибытия и отправления самолетов. Так пассажиры четырехчасовой электрички успевают на 9 рейсов. Ждать придется не больше часа. Наш пассажиропоток, который прибывает, убывает. Порядка тысячи пассажиров под это время плюс 30% провожающих встречающих. То есть, если даже 10% будут сейчас начнут пользоваться, ну, это уже порядка 150-200 человек на одном поезде. Уехать из аэропорта на электричке можно будет даже в 4 утра, когда не ходит общественный транспорт. Пока что билет можно купить только в самих вагонах у проводников. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Новая, но такая же мозаику на фонтанах Старозагора восстановит. А точнее, сделает копию той, что украшала чаши несколько десятилетий назад. Сейчас реконструкция идет полным ходом. На участке от 22-го партиезда до Нового вокзальной в порядок приведут цветники, тротуары и дороги. Заменит бордюры, установит новые фонари, лавочки и урны. Новую жизнь обретут и фонтаны на улице Старозагора. Долгие годы под слоем бетона был скрыт уникальный рисунок, выложенный мелкой плиткой. Он располагался в чашах фонтанов. Обнаружили мозаику, когда начали делать ремонт. Спасти старую плитку оказалось невозможным. Ее залили бетоном много лет назад. Было принято решение, что фонтаны приобретут первоначальный облик. Старую плитку поменяют на новую мозаику, которая будет максимально соответствовать эскизам 70-х годов. Тогда их не удалось сохранить. Видимо, была ошибка сделана в том, что когда отливали вот эти чаши фонтанов, они были недостаточно герметичными. И строителям ничего не оставалось, как залить, проложить слой гидроизоляции и залить новым слоем бетона, чтобы восстановить герметичность чаши. Таким образом мы потеряли эти мозаики. Теперь, когда мы их вскрыли, скорее всего, сохранить их не удастся. Нужно будет их просто восстанавливать. Сейчас мы переговоры ведем. Мы сейчас определились с людьми, кто может это сделать, с художниками. Они сделали предварительные сметы. Незаконные торговли «Бой» представители Самарского департамента потреб рынка прошлись по злачным местам Куйбышевского района. В последние годы здесь идет активная борьба со стихийной торговлей. Из района осталось вывезти 120 объектов. Но торговцы просто так не сдаются и разворачивают палатки прямо под открытым небом. Вреде побывала Марина Матвейшина. Бойкой торговли идет на улицы фасадная одежда, обувь, домашний утварь, мясо и овощи. Товар на любой вкус. Эти палатки возникли здесь стихийно несколько лет назад. И с тех пор ни один из продавцов не потрудился получить разрешение на торговлю. Руководитель департамента потреб рынка и представители районной власти выясняют у лоточников подробности. Человек бежит с работы. Он забежал и что-то купил. Собственно, не вопрос. Можно я вам скажу одну вещь? Сходите в ярмарки Самары, заключите договор. И стойте. То есть можно здесь. Подождите. Вам постоянно администрация говорит, вы почему не идете и не торгуете законно. Понятно. Торговые ряды расположены прямо вдоль тротуара. Кроме разрешения на торговлю, у продавцов отсутствуют и документы, подтверждающие качество продуктов. Но покупателей это не смущает. Кушать хочу. Вы хотите кушать, а вдруг отравитесь? Я кушать хочу, понимаете? А вы смотрите. На Пугачевском тракте такая же история. Стихийный рынок занимает огромную территорию. Жители близлежащих домов уже устали от мусора и антисанитарии. Силами администрации отсюда вывезли незаконные киоски. Но торговцы тут же разбили палатки на этом месте. По беседе с жителями сейчас мы достаточно много разговаривали. Понятно, что им нужен цивилизованный рынок. Инвесторы есть на строительство крытого рынка в этом районе. Нет земли сейчас. Соответственно, и жители возмущаются, если мы говорим о том, что мы будем что-то сносить. Пока районные власти определяются с местом будущего рынка, жителям не придется ездить за продуктами за 3-9 земель. Здесь же, на Пугачевском тракте, расположены ряды, которые ведут торговлю на законных основаниях. У них есть договоры о аренде, они платят налоги в бюджет города. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Чисто не только там, где не мусорят, но и там, где убирают. В Самаре продолжается программа по очистке правого и левого берегов Волги от бытового мусора, оставленного нерадивыми туристами. Вывозят его 2-3 раза в неделю со специально организованных контейнерных площадок. На очередном субботнике побывала наша съемочная группа. Мешок, второй, третий. И так за день набирается порядка 50 кубометров мусора. С правого берега Волги его вывозят 2-3 раза в неделю. Мусор собирается непосредственно вокруг, ведется подбор вокруг площадки. И, естественно, из самих бочков. Вывозят это все в две точки у нас. Это в районе ладьи подходит машина и в районе коптевого врага. Выгрузка непосредственно там. И затем машина вывозит это на полигон. Либо полигон Преображенка, либо Водина. И все же за последние годы мусор кидать стали реже. Отдыхающие его выбрасывают в контейнеры, которые в рамках городской программы установлены на специально организованных площадках. На правом берегу их 24. Были определены места, согласованы, соответственно. Расстояние здесь различное. И 500 метров есть, и больше километра. То есть в зависимости от того, где наибольшее посещение населения. В чистоте стараются содержать и левый берег Волги, а также берега рек Самара и Татьянка. Здесь установлено 18 бункеров-накопителей. Собранный мусор отсюда также вывозится регулярно. Эту работу контролируют районные администрации, ГАТИ, инспекторы, управление охраной окружающей среды, департамента городского хозяйства и экологии. За чистотой следит и большинство отдыхающих. До мусорного бака не лень пройтись даже ради того, чтобы выбросить пластиковый стаканчик. Мы сами же приезжаем на это же место. Почему должны приезжать на грязное место? Нет, должны на чистое место приезжать. Поэтому с собой надо выбирать всегда. Контейнерные площадки и бункеры-накопители на берегах Волги, Самары и Татьянки простоят до конца октября, после чего отправятся на зимнее хранение до следующего сезона. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Выкинуть в урну недопитые бутылки и заплатить штраф – такова участь нарушителей общественного порядка. Спокойно распивать спиртное не дадут. Силовики и сотрудники районных администраций регулярно выходят в рейды. Вместе с ними отправился и Андрей Горгуленко. Раньше парк имени Щерса сложно было назвать местом культуры и отдыха. Жители соседних домов выходить на прогулки по вечерам не решались. Это было небезопасно. Но в последнее время патрули сотрудников полиции и добровольцев народной дружины ситуацию значительно улучшили. Парк неплохая обстановка. По крайней мере, она стала лучше, чем она была. Гораздо стало чище, спокойнее. То есть уже нет таких вот хулиганств, которые были когда-то раньше. В Самаре администрации регулярно проводятся профилактические рейды в тех частях города, которые ранее вызывали беспокойство у горожан. Курить и употреблять алкоголь в общественных местах давно запрещено. А потому участники рейда относятся к нарушителям очень строго. Выбираете пиво или сейчас выкидываете его прямым, или сейчас уберете его и выводите от него. Прямо сейчас. Железнодорожный район стал третьим, где проводятся такие рейды. Департамент общественной безопасности отмечает, в районах, в которых проверки уже проводились, распивать спиртное на улицах стали гораздо реже. Граждане Самары, они стали меньше пить, употреблять в данных местах, где проводятся рейды. И я думаю, мы положительно будем влиять на состояние наркотизации и алкоголизма в городе. Сотрудники полиции и Департамент общественной безопасности призывают всех соблюдать порядок, в общественных местах не пить, не курить и не мешать другим отдыхающим. В обратном случае вы не только испортите себе отдых, но и заработаете штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Обжалует приговор. Свою невиновность в апелляционном суде пытается доказать осужденный на 8,5 лет бывший адвокат Ольга Гисич. Напомню, к лишению свободы в марте этого года Советский районный суд приговорил ее за организацию нескольких преступлений. Вымогательство крупной суммы денег, поджог автомобилей и избиение сотрудников медицинской компании ДК. Следствие полагало, что мотивом для преступления послужил поставленный Гисич ошибочный диагноз – рак. Своей вины она так и не признала. По ее словам, в деле много сомнительных моментов. А теперь коротко о других темах дня. Роспотребнадзор не рекомендует купаться на пяти самарских пляжах. Специалисты исследовали 93 пробы воды в местах массового отдыха горожан. По результатам анализа не соответствует гигиеническим нормам по микробиологическим показателям вода на пляжах в районе Загородного парка, первой очереди набережной от Ленинградской до Вилоновской, второй очереди набережной от Маяковской до Первомайской, а также у спуска улицы Советской армии и у Ладьи. В заливе озера Байкал водолазы нашли тело 54-летнего жителя Самарской области. Почти сутки поисками пропавшего занимались полицейские спасатели. Задействовали 4 человека и катер. Ближе к вечеру 1 августа тело мужчины из озера Байкал подняли водолазы. Причины трагедии устанавливаются. В Самарской области утверждены новые величины прожиточного минимума. Для трудоспособного населения он составит 10 755 рублей, для пенсионеров 7 751 рубль, для детей 9 785 рублей. В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, будет автоматически произведен перерасчет размера получаемой субсидии. Введение повышающего коэффициента за коммунальные услуги в регионе для тех, кто не установил приборов учета, отложено до 2019 года. При этом, согласно федеральному закону, все жители страны при технической возможности должны были установить счетчики воды, тепловой энергии и электроэнергии до июля 2012 года. В большинстве муниципалитетов, кроме Тольятти, Сызраникинеля и Новокуйбышевска, действуют старые нормативы потребления холодной и горячей воды. Новые нормативы уже разработаны и утверждены. В Самаре откроется первая аэрокосмическая школа. Она будет действовать с 1 по 10 августа на базе Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Участниками проекта станут более 100 талантливых детей из 17 регионов России. Приедут также участники из Конго, Мексики и Узбекистана. Ребята, достигшие наилучших результатов в своих секциях, по итогам обучения в летней аэрокосмической школе будут защищать собственные проекты и получат дипломы. В администрации железнодорожного района Самары территориальная избирательная комиссия избирательного округа номер 3 продолжает выдавать удостоверение кандидатам в депутаты Самарской губернской думы для участия в выборах 18 сентября. Удостоверение подкрепляется заверенной копией решения о регистрации. Документ подтверждает право кандидата участвовать в избирательной кампании. В третьем железнодорожном округе зарегистрировано 10 человек. Остается один день, пока удостоверение получили только шестеро, в том числе кандидат от партии «Единая Россия» Марина Седухина. Для меня это всегда волнительно и, с другой стороны, очень ответственно. Потому что я понимаю, что впереди большая работа, работа непростая. Это, несомненно, встреча с избирателями. Это основной вид работы каждого кандидата, на мой взгляд. Встречи будут также очень открытые и в то же время непростые, потому что очень много проблемных вопросов, которые обязательно нужно будет решать. Показать мир финансовых отношений – главная идея 9-го Ширяевского биеннале современного искусства, заявили организаторы фестиваля. Тема 2016 года «Кэш» покажет конфликт между желанием построить доверительные дружеские отношения и выжить в новых правилах сетей тотального рынка. В рамках заявленной проблемы планируется обозначить круг настоящих человеческих ценностей, присущих каждому и в маленьких локациях, и в глобальной ситуации дня. Ширяевское биеннале – старейшее в России, известно во всем мире. География участников фестиваля поражает своим масштабом. Создавать свои работы на Волжском берегу приедут мастера из Азии, Европы, Северной и Южной Америки. В этом году в рамках биеннале при поддержке Министерства культуры особое внимание уделяется образовательной и просветительной части. Современное искусство – это особый вид искусства, который, прежде всего, должен быть транслирован грамотными, очень профессиональными людьми, и которые должны, безусловно, заниматься с нашим сообществом. Девятое Ширяевское биеннале пройдет с 12 августа по 27 сентября. Центральное событие – выставка «Путешествия» состоится 27 августа. Гости фестиваля смогут посмотреть на работы художников, расположенные в разных местах Ширяева, после чего произведения окажутся в частных домах жителей села с 1 по 27 сентября. А сейчас новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизуркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизуркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Владислав Ивашков стреляет из Олимпийского лука уже 5 лет. На первенстве Самарской области его дистанция – 70 метров. Задача – выбить 315 очков из 360 возможных в первом круге соревнований. Это кандидатский минимум и заявка в сборной области. Новокубышевский Робин Гуд не добрал в зачет 20 очков, однако сумел закрепиться на втором месте. То, что стреляем на солнце, тяжело, утомляет быстро. А то, что ветра нет, естественно, хорошо. Стрелы не сдувает. Владислав Ивашков только через 5 лет упорных тренировок и сотню турниров сумел показать результат кандидата в мастера спорта. Впереди у спортсмена хорошие перспективы – попасть в Олимпийскую сборную и выступить на следующих играх. Нужен спонсор, рассказал тренер, ведь только комплект из 12 стрел стоит 40 тысяч рублей. Их хватает на полгода. Олимпийский цикл длится 4 года. Второй фактор успеха – психология. Над этим тандем. Тренер-спортсмен работает ежедневно. В этом деле талант, ну, он появился и исчез. А здесь стрельба из лука – это особый вид спорта. Чем отличается от, допустим, игровых? Потому что они игровые, а это стрельба. То есть это попал, ты должен себе эмоции подавить. Не попал, тем более эмоции давишь. Волнуется много. Молодой еще волнуется. То есть стрельба из лука – давишь. Эмоции – и работаешь. То есть дома, допустим, чуть лучше стреляет здесь от эмоций. За место в сборную региона на чемпионате Самарской области боролись 34 стрелка на трех дистанциях – 70, 50 и 30 метров. Самым популярным оказался полтинник. Здесь за медали показали мастерство Рубин Гуда 20 лучников. Стреляли из олимпийского, то есть классического оружия, и блочных систем. Из какого лука стрелять – личное дело спортсмена. Однако ни один не показал стопроцентный результат. Тем не менее, специалисты стрельбой остались довольны. Если по первым соревнованиям, по предыдущим соревнованиям судить, то сейчас намного качественнее. Потому что если первые те соревнования были, что много ходило за щиты, собирали, то сейчас это единицы. А стреляя 12 серий – это абсолютные результаты – 360. Если взять, допустим, наши результаты, они, конечно, под 300 очков. Абсолютного, конечно, еще может трудновато говорить. Это уровень КМС, уровень мастера спорта. По юношам результат будет довольно-таки нормальный. Я считаю, что последними не будут, а где-то в десятку, в пятнадцать можно будет входить. Окончательный список сборной Самарской области по стрельбе из лука будет известен в середине августа после розыгрыша Кубка 63-го региона. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!